Друзья, всем привет, это Мабец. Еще один турнир на повестке недели. На этот раз мексиканский, на этот раз горячий, солнечный UFC приезжает в Мексика-Сити. И мы с вами тоже здесь, горячий и солнечный. Международный, Арсений и Рома, привет. Да, и мы тоже мысленно приезжаем в Мексика-Сити. Сочный, да. Здесь вообще такой довольно насыщенный у нас Кордецкий, да. Главный бой, как всегда, мы решили разобрать голосование. Я напоминаю, друзья, каждую неделю, прямо здесь, на Ютубе, да, в разделе сообщества. Переходим, голосуем, выбираем, какой бой вы хотите, чтобы мы разобрали. Ну и решили мы еще один бой, помимо этого, записать, да, разобрать с турнирчика. Бой, который очень интересен, бой Мухаммаджона Наимова, естественно. Ну и стоит напомнить, что рубрика с турнирами недели переехала в Телеграм, кому интересно. Поэтому в наш Телеграм присоединяйся, по ссылочке в описании. Либо можете написать там в поиске MMABetsPro, и вы легко найдете. Ну и, конечно, разбор турнира UFC уже в нашем бойцовском клубе. Разбор турнира PFL против Беллатора уже в нашем бойцовском клубе. Разбор турнира ACA уже в нашем бойцовском клубе. Полные карды, ребятки наслаждаются, кайфуют. Переходите и вы, ссылочка в описании в закрепленном комментарии. Да, здесь у нас бой, который притягивает фанатов со всего света по разным контекстам. Это и бойцы, которые топят за своих из Таджикистана. Это и бойцы, которые топят за всех СНГшных бойцов бывших. Это и бойцы, которые любят микродозинг, потому что у нас здесь Махамор Джон Наимов. Ну и бойцы, которые топят за своих из Элевейшн Тим. Короче, неплохой кэмп, неплохой боец, неплохой рекорд. Да, извините, победил Муварки, залетел на суперкоротком уведомлении, выкручивал Нагухана. Да, не как наши комментаторы, которые только обещают. А реально вышел и выкручивал. И не Левуда, но тоже извините. Не самый простой соперник, вообще непростой, очень даже непростой. Очень хороший, бьющий, опытный вообще. И сейчас ему дают Эрика Сильва по кличке Кинг. Но соль в том, что... Как говорится, подсолить могут. Соль в том, что вот, кто смотрел, значит, One Punch... Эх, я тоже хотел про это пошутить. Хорош! Красава! Я туда оставлю. Да не, не, как говорится. Теперь уже все карты раскрыты. А я ничего не сказал. Да я просто... Если ты хотел пошутить, значит, пускай, потому что у меня было бы импровизационно. Короче, Эрик Сильва... Не очень, да? Победил Анвар Байназарова. Это было хорошо, конечно. Молодец. Ну, Анвар Байназаров настолько... Не ММА-боец, настолько, что минуту еле-еле хватило, а на вторую уже не хватило. Ну, и бой с Ти Джей Брауном. Ну, опять же, Ти Джей Браун, это что? Это кто? Это уровень вообще никакого. Ничего. Никакого ничего. Тем не менее, Эрик Сильва имеет навыки в парте в основном, да? Имеет навыки в финишерском плане, да? Но, по большей части, его именно техника, она оставляет желать лучшего. Его кардио оставляет желать лучшего. Ну, собственно, поэтому Мухаммаджон, Мухамморджон, да, у нас фаворит. Роман, как вы сегодня? Мухаммаджон у меня тоже фаворит, если честно. Ну, а так, конечно, Мухаммаджон, боец, очень хороший. Ну, сразу надо заметить, что в Мексику он прибыл где-то за недельку. Где-то за недельку до турнира. Ну, это как бы важно отметить, потому что в Мехико-Сити там бои. Там довольно высоко над уровнем моря. И, ну, мы же знаем все эти ивенты в Мексике, ну, правильно? Мы же знаем, что там бывает происходит с бойцами после первого раунда, допустим. Да, всякие кейны Веласкиса за 1 на 1. Поэтому держим в голове такие моменты. А всякие хитрецы, знаешь, типа Фабрисио Вердума, которые за несколько недель приезжают. Так что вот такие моменты нужно держать в голове. Ну, в любом случае, Мухаммаджон, я следил. Вообще он вроде как там в основном у себя в Ташикистане тренируется. Но он прилетел заранее и тренировался в Денвере. Денвер, кстати, тоже довольно высоко над уровнем моря, поэтому нормально. То есть я так понимаю, что у его тренеров, видимо, есть осознание, как бы, да, ну, типа, к чему готовиться в целом. Поэтому это неплохо. Ну и, конечно же, что касается Мухаммаджона, ну, две шикарные абсолютно победы против хороших бойцов. Где он обсетнул, шел по огромному кэфу и там, и там. И если мы еще можем, да, с тобой сказать, что, ну, Муларки, ну, ладно, он пробитоз, да, ну, типа, попал. А на Тенельвуд. Ну, здесь мы уже можем списать на какое-то попадание там, да, или еще на что-то. Но он его прямо переработал. Да, он в третьем уставе, он в третий там проиграл раунд. Он его переработал в двух раундах по полной программе. Очень опытного бойца. И в целом очень скиллового. И не просто переработал. Он еще его там потряс даже в одном из моментов, и потряс очень жестко. То есть, Мухаммаджон сейчас прямо, конечно, такую реальную силу представляет. Ну, и опять же, да, у него не самое хорошее кардио. Да, он устает. Он и раньше уставал. И с Вудом в третьем раунде устал. И сейчас ивент в таком месте, где можно устать. Но его соперник Эрик Силва. А что у него с кардио тоже, да спросите вы. И здесь вопрос, конечно, интересный. Потому что он старше на 7 лет, чем Мухаммаджон. И мы его видели в UFC. Он проиграл Ти Джей Брауну. Это было более года назад. И проиграл почему? Ну, я имею в виду досрочно почему проиграл. Потому что он устал. Да, он чистый грэпплер. Он привык выходить быстро сабмитить. Это вот то, что он умеет делать. Забирать спинку. Рирный кичок. Это классика, да, у него. Но с Ти Джей Брауном не получилось. Вначале он еще что-то более-менее пытался. Но постепенно устал. Ти Джей Браун его отборол. Засабмитил. Безусловно, я так смотрю тоже по инстаграму. Ну, готов вроде хорошо. Эрик Силва, да. Выглядит неплохо. Плюс он из Энтером Джим. Да, это зал, где вот там все мексиканцы, латиноамериканцы тусуются. Там тот же Морено туда заезжает, да, периодически. Тот же Яир, например, Родригес тоже. Ну, там Марселу Роху. Да много там ребят, которые в UFC тоже выступали. Их и топовые, и не топовые. Но это типа топовая команда такая, мексиканская. Поэтому это, конечно, хорошо. Но потянет ли он Мухаммаджона? Да я, наверное, считаю, что все-таки нет. Фаворитом на имфу идет за 1.17. Эрик Силва за 5.25. Но, откровенно говоря, знаешь, после того, как Мухаммаджона взяли два раза за кэф там 4. Ну, условно, я уже не помню, сколько там были кэфы, да, в районе этого. За 1.17 уже такой... 4, да. 3.90. Да, да, за 1.17 уже думаешь такое, ну, как бы, ну, ладно. Брать-то тут уже особо и не хочется, да, ничего. Но он, по идее, должен приходить к этого соперника. И, ну, выигрывать, мне кажется, уверенно он должен. Ну, единственное, что, опять же, оставляем, оставляем шансы на то, что это Мексика. Мало ли, вдруг все-таки Силва поменьше устанет, а Мухаммаджон, например, сильно устанет, будет, ну, ему будет совсем непривычно, да, в таких вот условиях драться. Может быть такое. Ну, в целом, я думаю, что вряд ли. Ну, а, собственно, если, если этот, если Эрик Силва у нас кинг, да, синатор, получается, что? Получается, на замену выйдет другой боец. Как и в аниме One Punch Man. На замену выйдет Марлон Марайес и нокаутирует Мухаммаджона. Как и всегда. Я надеюсь, друзья, что вы смотрели или читали аниме. Вот. А мы, как, знаешь, как типичные любители аниме, которых вырубит наглухо любой комментатор, нам остается только обсуждать все эти вещи. Короче, друзья, я за Мухаммаджона здесь. Мне он, ну, в целом, нравится как боец, очень неплохой. И, учитывая, как он влетел в UFC, его оппозицию, да хочется за него поболеть. Я желаю ему здесь победы. Надеюсь, все здесь у него хорошо и зрелищно получится. Да, пишите на меня в комментариях и переходим, смотрим другие ролики. Все разборы у нас в Большом Клубе. Видосы тоже туда залью. Что-то забыл, но залью. Залью и в Телеграм-канале у нас все самое интересное. Мнения, голосовые общения. В прошлый раз был стрим в Телеграм-канале, понимаете? То есть, настолько важно быть в курсе и быть подписанным на этот канал. Поэтому ссылочку в описании обязательно переходим. Все пока.